Я буду рассказывать про обратную задачу рассеяния, и здесь будет использоваться подход, в некотором смысле алгебраический, когда мы можем найти потенциал, используя просто алгебраические методы, и фактически мы как-то не используем уравнение Гельфанда Ревитана. Я сначала расскажу про оператор Шрёдингера, оператор Шрёдингера, Т, заданный на полуоси, с условием Дерихле, но можно рассматривать условия Неймана, в пространстве Л2. Предполагается, что потенциал Q имеет конечный носитель, то есть он на отрезке 0,1, вот здесь. Или когда нам надо подчеркнуть, что тогда у нас будет верхняя точка носителя единица. То есть здесь, конечно, если точка единица, тогда потенциал не равен нулю, конечно. Я сейчас перечислю по статье свойства оператора Шрёдингера, которые широко известны, и в любой книге или даже статье они часто повторяются. Значит, ну вот что мы знаем про этот оператор Шрёдингера? Значит, этот оператор Шрёдингера изучался, так, начал изучаться в 50-х годах, очень интенсивно. Значит, ну вот какие свойства известны? Значит, в нашем случае, конечно, так как потенциал имеет компактный носитель, он из Л2 на отрезке 0,1, у него, конечно, есть свойства какие? Что у него конечное число собственных значений, их может не быть вообще, то есть M может быть равно нулю. Но если они имеются, то их конечное число, все они простые, отрицательные, они находятся ниже вещественной оси. Все они простые и отрицательные. Значит, для того, чтобы изучать вообще спектральную задачу, такой математик Йост, он ввел решение F+, то есть это в 50-х годах, 40-х годах это все делалось, дифференциального уравнения на полуоси, где вот дальше мы будем не использовать этот параметр E, энергетический параметр, на К, то есть K равно E, K это как бы импульс, а E это энергия. Но удобно в силу разных причин использовать, ну это такая старая традиция с 50-х годов использовать, и физики все используют, параметр K. Значит, если E у нас энергия, это вся комплекция плоскости, спектральный параметр, то импульс K, он лежит в полуплоскости верхней, традиционно считается. Но так как у нас потенциал им компактным носителем, то можно сразу считать, что у нас, мы знаем уже, что тут можно все продолжить в нижнюю полуплоскость, и мы считаем, что K у нас комплексный параметр везде. Но для того, чтобы определить именно F+, мы считаем, что K не равно 0. Потом мы можем аналитически продолжить в точку 0. Но удобно считать, что у нас сначала K не равно 0, и мы определим наше решение, решение Йоста, F+, как экспоненту при X больше равно 1. Потому что наш потенциал, Q равен 0, у нас решение очень простое, это комбинация синусов-косинусов или экспонент. Вот мы считаем, что F+, это чисто экспоненты. И мы видим, что если K строго в верхней полуплоскости, то функция F+, она интегрируема из L2. Это легко видеть. Значит, мы также ведем так называемое регулярное решение Φ. Φ подчиняется условию, что сама функция равна 0, а производная равна 1. Так, вот мы ввели решение Йоста, F+, X от K. Значит, что известно? Мы ведем функцию Йоста. Функция Йоста определяется как решение Йоста в точке 0, X равно 0. Функция Йоста, она такая основная, это такая важная функция в этих во всех задачах. Сейчас увидите почему. Значит, и я сейчас напомню все основные свойства, какими свойствами обладает эта наша функция Йоста. Решение функции Йоста. Значит, первое свойство. Функция Йоста – целая функция в комплексной плоскости. Она в верхней полуплоскости имеет такую симптотику, единица. Значит, заранее могу сказать, что это функция экспоненциального типа. В нижней полуплоскости у нее будет тип 2 в нашем случае. Так, и очень важно, что дальше мы будем использовать нули функции Йоста. Нули функции Йоста. И я свяжу, ну, это известный момент, что связываются эти нули функции Йоста с полюсами резольвенты. Мы рассмотрим резольвенту нашего оператора. H минус K в квадрате, K в верхней полуплоскости. Значит, если K в верхней полуплоскости, у нас энергия Е лежит вне вещественной оси, вне положительной полуоси. И резольвента, естественно, она за исключением конечного числа точек, там, где вот эти у нас собственные значения, она ограничена, верно? Значит, эта резольвента, она имеет аналитическое продолжение. Значит, строится эта резольвент очень просто. Ну, это по условиям задачи штурма Лиувеля, что через φ, через регулярное решение и через решение Йоста. Если X минус X меньше X штрих и обладает свойцем симметрии. Мы видим, что у нас резольвента, она аналитически продолжается при X и X штрих фиксированных, продолжается во всю комплектную плоскость мераморфно, потому что у нас функция ψ целая, и там могут быть нули. Но числитель — это прекрасные функции, это прекрасные функции, которые имеют аналитическое продолжение во всю комплектную плоскость. Значит, мы видим, что полюса, резольвенты, они связаны с нулями. Они связаны с нулями функции Йоста. Значит, мы видим, что полюс резольвенты в нижней полуплоскости называется резонансом, а полюс в верхней полуплоскости пока является собственным значением. То есть функция Йоста имеет ровно m простых нулей в верхней полуплоскости, и эти все нули, нули в нашей функции, выражаются через собственные значения вот таким образом. Это корень квадрат, но мы отсюда это видим, верно? Потому что у резольвента имеются полюса в верхней полуплоскости, и они являются собственными значениями, других не может быть. Они лежат только на мнимой оси, вот эти все, потому что настоящие полюса через Е, они должны быть на трясательной полуоси. Значит, в терминах К эта точка лежит на положительной мимой полуоси, и их ровно число М. Значит, дальше у этой функции Йоста может быть один простой нуль в точке ноль, но эта ситуация очень неустойчивая. Как бы скажем, в общей ситуации с generi-case, тогда у нас никакого нуля там нет. Это исключительный случай, когда у нас имеется в точке ноль, наша функция Йоста имеет ноль. Вообще говоря, там нет, но возможен. И эта функция имеет бесконечное число нулей, это так называемые резонансы, потому что мы видим, что полюс резольвента называется резонансом, ну и мы видим, что каждый резонанс, он является нулем функции Пси. И кратность резонанса К от ЖДХа, это алгебрическая кратность нуля. То есть мы определили резонанс, определили собственное значение и кратность. В верхней полуоплоскости все нули функции Пси простые, потому что все собственные значения простые. А в нижней полуоплоскости кратность может быть так. Доказано, что кратность нижней полуоплоскости этого резонанса может быть любым наперёд за данным числом. что нет как каджи ты означает почему ну каджи ты ну например может быть к 1 к может быть так смотрите вот например здесь к м1 плюс 1 равно к кратность естественно к каждая катает это как бы кратность 1 но мы записываем с учетом кратности то есть мир может быть случиться так что но доказано что доказано это в моей работе доказано что кратность может быть любым и период заданным числом например миллион степени миллиона да да ну 0 0 0 функции и 100 это по определению резонанс мы видим ответят связанность вот с этим условиям ветер это полюс резольвенты полюс резольвенты это у физиков называется резонансом поэтому так как все выражается через функцию еста муж и чиститель никаких особенно это целые функции никаких особенностей не создает только знаменатель имеет особенность верно ну что все функции здесь которые возникают они целые как решение вот этого уравнения непростые достаточно и это известная вещь что хотите все функции фи и f плюс целое пока так вот мы видим что на ночь какие мы свойства сейчас знаем мы знаем что функция psy имеет конечное число м простых нулей верхней полуплоскости которые лежат на мнимой положительной полосе и в точке 0 возможно 0 какой-то может и не быть и бесконечное число нулей верхней полуплоскости значит функция psy функции экспоненциального типа так ну вот здесь я говорю про то что например вообще говоря е это энергия а к это импульс да но мы будем называть дальше вот как бы надо каждый раз осматривать двухлистную римуную поверхность но однолистная параметризация такая удобно к дать поэтому физики используют к потому что более естественно более удобно мы будем называть вот каджи то это же собственными значениями и резонансами значит вот здесь почему дальше важно да важно что если физике очень важный объект это рассеяние рассеяние частиц когда частица прибег приходит из бесконечности взаимодействует с потенциалом и уходит обратно на бесконечность и вот это рассеяние описывается вот этой функцией с ну а физически она называется там физика матрица рассеяния то связано матрица рассеяния связано с тем что когда рассматривается трехмерная задача в r3 тогда там настоящий матрица когда потенциал обладает симметрии то все сводится как бы к скалярному случаю ну вот мы также будем называть матрица рассеяния значит с к ск выражается это выражается через пси сопряженная на к а так как функция пси вот это очень важно она вещественная на мнимой на мнимой оси то она обладает свойствами симметрии и значит вот это сопряжение выражается через минус к при положительных к значит получается здесь функция пси минус к а а заменатель сетка значит мы видим что полюса матрицы рассеяния это нули функции пси и вот это спинет спектральные характеристики иначе на вещественной оси так как у нас здесь отношение двух функций у нас получается что матрицу россии не можем написать записать в виде фазы это комплексное число по модулю равна единицы к си это аргумент функции пси но мы можем единственным образом этот определить из нашего условия на бесконечности вот на бесконечности у нас на бесконечности у нас функция пси имеет вот такой симптотику то мы аргумент определяем однозначно условия на бесконечности так эта функция называется вот называется функция спектрального сдвига и фэйс шифт function и она определена однозначно при к на вещественной исключений она определена на вещественной оси за исключением точки 0 значит какими она свойствами обладает она эта функция нечетная то есть она если она известно на положительной полосе то она естественно однозначно определяется на отрицательной полость она Она везде непрерывная, это видно из условий, которые у нас там возникают. И как именно? Вот предел справа у нее будет, это так называемая теорема Левенсона. Того Левенсона, который все знают здесь, да, это Нормерт Левенсон, как раз доказал такую замечательную теорему, что вот в этой функции кси справа у нее будет минус пи, умноженное на м, плюс n с ноликом. n с нольником это кратность функции в точке 0 нашей функции. То есть если 0 существует в точке 0, то надо писать здесь единицу. Если там нуля никакого нет, то в точности пи минус пи м. А так как функция нечетная, то предел слева будет обратный, с обратным знаком. Значит, вот мы знаем про нашу функцию кси. Значит, ну вот физики, конечно, они когда занимаются экспериментом, рассеянием, то для них, конечно, вот эта фаза рассеяния очень важный объект. Потому что это меряется экспериментально. Что меряется экспериментально? Меряется экспериментально фаза рассеяния, вот эта. И меряется экспериментально, естественно, собственные значения. Собственные значения. Там, где никакого рассеяния нет, частица находится с этой энергией, она никуда не двигается. естественно здесь возникла такая очень красивая задача по обратной задачи рассеяния которая состоит в чем она состоит следующем восстановить потенциал если нам дана фаза рассеяния это то что физики на самом деле больше всего меряют и хотелось бы конечно вот в это время восстановить потенциал знает только фазу рассеяния фазу рассеяния при положительной энергии потом при положительных к потому что предстоятельных мы однозначно восстанавливаем очень известная работа бергмана 49 года он построил пример пример с двумя потенциалами двумя потенциалами потенциалы разные и эти потенциалы они создают одну и ту же матрицу рассеяния то есть одного потенциала одна матрица рассеяния а для другого потенциала даже самая матрица рассеяния вот она такая и то же самое и то же самое та же сам те же самые собственные значения там в этом примере было одно собственно значение и не менее потенциал такой что одно и то же собственное значение и фаза на этажа и конечно естественно вот такая наивная задача наивная задача построить по фазе рассеяния решить обратную задачу она конечно казалось не очень некорректной и внутри 49 год там в это время занималось много таких ярких людей этим делом значит значит здесь нельзя значит создавать решать обратную задачу по матри по фазе рассеяния и по собственным значениям вот следующая очень интересная работа это нормана левинсона я специально написал норман вы понимали что это тот же самый норман левинсон который занимается известным специалистом теории целых функций это вот у него несколько ярких таких работ не одна я могу сказать что не очень хорошая работа по обратным задачам например да он доказал что реконструкция потенциала единственная если не собственные значения то есть если собственные значения нет то процедура восстановления потенциала единственная значит тем самым как бы вот результат бергмана есть не участвует ну что у бергмана были собственные примере бермана были собственные значения и но там были еще другие работы они буду вспоминать но я самые такие яркие работы да значит и обратная задача была решена марченко 52 год на самом деле в это время работало много людей на эту тему по обратным задачам значит он предложил новые спектральные даты какие значит опять то что физики хотят это матрица рассеяния фаза рассеяния фаза рассеяния при к больше нули нуля потом плюс собственные значения ну что физики тут меряются экспериментально тоже и плюс он еще ввел так называемым нормирующие постоянные то есть для каждого собственного значения именно для каждого собственного значения было введено некоторое положительное число я потом скажу какое оно водится да и он показал что отображение из потенциалов в этот класс спектральных данных я не хочу описывать их все да там на число фаза рассеяния это из какого-то класса функций потом собственное значение их конечное число и нормирующих постоянных так как они число их тоже конечное число и и он догадался существует бекса между этими объектами значит это очень известная работа и конечно но я могу сказать что там где в работе доказана объекция даже вот сейчас прошло уже сколько почти 70 лет не так уж много задач где построена объекция доказана объектами это поскольку большая удача если доказана объекция так в многомерных задачах там очень с этим делом трудно и подобные результаты были получены крейном но немножко 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 по-другому там действовал значит вот результат марченко значит объекта между классом фазы рассеяния собственное значение плюс нормирующие постоянное и потенциал потенциал и этот класс спектральных данных это объекция так вот я сейчас немножко пишу как это делалось значит потенциал фаза рассеяния собственное значение нормирующие постоянные спектральные даты значит что делает что он делал он ввел такую функцию игрок с ноликом это преобразование фурье как скажем так от матрицы рассеяния ну как бы единицы вычитается мы знаем асимптотику и этот интеграл вы здесь можно можно как-то про него говорить про сходимость да потому что если так вот этот объект это функции цель 2 и есть конечное число собственных значений вот смотрите вот это конечный собственно значит здесь каджи то это собственное значение по абсолютной величине каджи ты находится на положительной мимо и полуоси и нормирующие постоянно это определяется так c gt это решение ес то мы знаем что решение ес то если каджи то и верхнюю полуплоскость она лежит в l2 а когда она когда мы считаем еще в каджи там каджи там в точке тогда у нас эта функция на же и равна нулю в точке нуля значит тогда получается что потому что функция ес то там ровно нулю значит вот вводится такой такая функция и мы сейчас ведем уравнение марчинга уравнение марчинга то есть вот уравнение игрок это неизвестный неизвестная функция неизвестная функция x фиксировано обратите внимание x фиксировано это как бы не мой параметр мы действуем вот x фиксирован меняется т минус игрок с ноликом вот игрок с ноликом определенного то этим образом и здесь игрок с ноликом по знакам интегра falt conta тоже возникает и здесь игрок значит это уравнение лучше Фиксировано это не уравнение Вольтера, не уравнение Вольтера, а уравнение Фрингольма. Тем не менее, это уравнение имеет единственное решение, такое, что потенциал Q выражается через Y вот таким образом. Значит, надо взять Y, как бы скажем, на диагонали, продефиницировать и получаем потенциал. Значит, я хочу сказать, что на самом деле вот эта функция Y, которая получается, она имеет первое производное, поэтому вот это там все, что производное считается, это все хорошо определено. Видите, это наше Y, оно имеет производное, и производное минус потенциал в среднем между Y и X1 и X2 подчиняется даже хорошей оценке. Где Тау, это вот такая функция, это интеграл от Q. Ну, а мы считаем, в нашей ситуации потенциал с компактным носителем, значит, X больше единиц, то это как бы, вот это может исчезнуть, да? Так. Значит, про что я буду рассказывать? Значит, это некоторые введения того, какая обратная задача как бы существует, существует, и сейчас я буду рассказывать про следующую обратную задачу. Значит, мы рассмотрим обратную задачу, когда имеется фаза рассеяния, но фаза рассеяния не на всей полуоси, а она дана фиксированным каком-то наборе точек, на вещественной полуоси. Потом я скажу. И, значит, в этом случае мы просто предъявим точное решение наше. Вот это очень важно. Значит, ну, физическая мотивация этой задачи. Физическая мотивация задачи следующая. Что когда делаются эксперименты, вычисляется фаза рассеяния, конечно, физики считают фазу рассеяния не во всех точках, на всей положительной полуоси, а в каких-то дискретных точках, верно? Ну, так же, как считается интеграл как бы Риммана, да, вот мы считаем, вот передельные точки, да, считается в каких-то точках, потом доказывается сходимость, там и так далее. Чем больше этих точек, скажем, там, тем более точная наша функция, тем более точен интеграл. Ну, и здесь тоже физики меряют, делают эксперимент. У них там, может, точек наблюдения, так, я не знаю, может, шутить таких 10 точек, и уже достаточно, в силу разных причин, да. Дальше считается, что все обрезается. Ну, свои методы неумерик, скажем так, да. Физический смысл? Ну, это... Ну, это говорит о том, что какая функция, как она распределена на самом деле. Ну, сказать напрямую, что такой физический смысл, мне даже трудно сказать. Но они, можно сказать, что какая, как, как эта функция, как... Ну, трудно даже, я затрудняю даже сказать, насколько физический смысл. Но какой-то физический смысл должен быть, конечно. Но я сейчас расскажу, и вы увидите, что тут дело такое достаточно хитрое. Вот вы увидите, когда будем считать неумериком, тогда будет понятно, что там есть проблемы. Так. И, значит, сейчас я напомню задачу с потенциалом. Вот Марченко решал потенциал из общего класса. У него потенциал не имел компактный носитель. Это функции, скажем так, некоторые вообще не функции из L2. Очень широкий класс. Значит, я сейчас расскажу про решение обратной задачи, когда потенциалы имеют компактный носитель. Значит, надо ввести класс спектральных данных. Значит, класс спектральных данных – это вот этот класс J. Класс J. Значит, что такое класс J? Это мы опишем сейчас классы всех функций Йоста. Значит, через J мы обозначим класс всех целых функций, имеющих вот такое представление. То есть функция F, она имеет вид единицы, плюс, вот здесь, разность двух преобразований Фурье. Здесь F от K, а это F в точке 0, потому что здесь стоит знаменатель 2 и K. Значит, преобразование Фурье считает, вот здесь двоечка написана для удобства просто. Ну, это традиционная штука, да, двойка спишется. Ну, вот функция F, она лежит, имеет компактный носитель, у нее точка вот эта F имеет существенную точку. И это первое, потому что наша функция из этого класса целая. Мы видим, что у нее тип верхней полуплоскости 0, а в нижней полуплоскости 2, потому что вот здесь двоечка стоит, верно? Ну, это теорема Пелли-Виннера там и так далее, это известно. Второй момент очень важный. Очень важно, вот важно с нулями. Значит, множество всех нулей симметричной функции вещественной, симметричной относительной мимой полуоси, F не равно нулю для любой точки K на вещественной оси с исключением точки 0. В этой точке 0, в точке 0 функция имеет, возможно, простой нуль. Возможно. Все нули функции верхней полуплоскости простые, принадлежат поножительной мимой полуоси. Если мы их занумеруем вот таким образом, то есть K1 имеет наибольшую величину абсолютную, ну и там по умыванию, да, они все простые. Тогда вот это условие очень важное. Вот это условие очень важное. Что мы возьмем функцию из нашего класса, напишем не F от K, где она равна нулю, а напишем минус F от G. И умножим вот на минус 1 в степени G. Это величина больше нуля для любого G. А вот это как раз и влияет упорядоченность, если мы напишем по-другому. Знак, знак здесь важен очень. Так, и также ведем, да, вот функция F имеет вот такой вид, единица плюс преобразование Фурье с нормировкой, значит, вот. Значит, и ведем класс всех матриц рассеяния, всех возможных. Значит, это функции S, мироморфные. Значит, это частная, значит, функция Psi из класса нашего класса Йоста. Это Psi минус K на Psi. Это та же, как мы когда определилась матрица рассеяния. Значит, ну, еще ведем класс всех вырастающих последовательных чисел, Pn, ну, это не вот такого, и с такой асимптотикой. P пополам N. И дальше мы, когда будем решать обратные задачи, мы будем иметь дело с разными потенциалами. И когда нам надо подчеркнуть, что потенциалы разные, и зависимость от потенциала, мы будем писать у наших функций зависимость от потенциала. То есть функция Йоста зависит от K, но когда мы хотим подчеркнуть, что зависимость от потенциала, мы будем еще писать потенциалы. И то же самое с Kn. Мы раньше обозначали Psi, Kn, а сейчас мы будем, когда надо, Подчеркиваю, что зависимость. Значит, я сформулирую этот результат, который вы получили. Значит, первое. Отображение Пси из класса П в класс Джей. Вот Q функция Йоста, вот это таким образом заданная. Это объекция. То есть мы взяли потенциал из нашего класса. То есть существует одна. То есть существует функция Пси. Мы построим ее. И обратно. Если мы взяли некоторую функцию Пси из нашего класса, то существует единственный потенциал. Значит, как строится... Как можно построить вот здесь? Появляется алгоритм. Значит, у нас имеется фаза рассеяния. Она ее может описать вот таким образом. Вот таким образом записать. Здесь используется теорема Нормана-Ревенсона. Как раз вот таким. Н с нольником это кратность функции в точке нуля. И вот здесь очень важно, что фаза рассеяния... Здесь интеграл от нуля до К. Производная. И производная выражается только через все нули. Через все нули функции Пси. Ну, это стандартный такой факт. Значит, получается что? Что если у нас есть только нули, и мы знаем, что вот здесь у нас функция... Вот эта функция, она разномерно сходит с этот... Вот этот наш интеграл очень хорошо определён. Значит, мы можем воспользоваться здесь результатами Марченко, когда, используя уравнение Марченко, мы восстанавливаем по нашим спектральным данным через нашу функцию Пси наш потенциал. Единственная здесь проблема, что если у нас какие-то есть нули, надо доказать, что построенная функция это функция из нашего класса. Вот это такая вещь, да? Я не буду здесь рассказывать доказательства, конечно. Значит, используя результаты Марченко, уравнение Марченко, мы можем показать, что наша функция Q из нашего класса. Значит, фактически мы восстанавливаем наш потенциал Q только через собственные значения и резонансы. То есть у нас здесь пока никаких нормирующих постоянных не возникает. Так же, как если мы рассмотрим отображение S из нашего класса P в множество всех возможных матриц растения, то это тоже биекция. Так, но это фактически следует из первого пункта. И очень важный момент следующий. Дальше мы это будем использовать. То есть, что если нет собственных значений, собственных значений нету, то есть нулей нету нашей функции ПСИ, и тогда все нули имеют отрицательное, мнимая часть их отрицательная, они лежат в нижней полу плоскости, и мы имеем вот это торжество, да? Вот это торжество. И вот здесь получается, что единица минус производная больше нуля. То есть, если мы перенесем все обратно, потому что мнимая часть отрицательная, у нас вот это торжество дальше будет играть в роли. Значит, я еще раз повторяю, что фактически мы тоже, мы говорили про класс Йоста, но тем не менее, функцию из класса Йоста мы записываем по фокализации Адамара только через наши параметры. Здесь КН с нуликом, это кратность в точке нуль. Дальше у нас имеется вот произведение только через нули, и у нас, где вот эти точки К1, КМ, это верхняя полуплоскость вот в этом всем произведении, это собственное значение. А нормирующие постоянную мы на самом деле можем выразить через производную функции Йоста в точке КДЖ, ибо здесь в минус КДЖ. Это выражение, оно не обнуляется, то есть оно не равно нулю. Значит, и причем вот это число, вот это все, да, есть минимальная единица, потому что производная вот этой величины будет чисто мнимой, да, тем не менее, вот эта вся величина, она положительная. Значит, мы можем сосчитать фазу рассеяния, собственные значения и нормирующие постоянные. И, используя результаты маршинга, мы восстанавливаем потенциал. Сейчас, значит, мы дискретизацию проводим. Значит, первый момент. Мы рассмотрим биексию между классом потенциалов и классом Йоста функции, функции Йоста. Значит, первый шаг, это мы, у нас была функция Йоста, и она имела нули. И мы сейчас покажем, что достаточно на самом деле рассматривать нашу задачу, когда нулей нет. Значит, что мы сделаем? Значит, по функции Йоста мы определим новую функцию Йоста, пси-тильда, которая не имеет нулей, используя произведение бляшки. И функция пси-тильда по теореме 1, она принадлежит классу Йоста. Значит, для этой функции существует единственный потенциал Ку-тильда. И вот эта функция, она не имеет нулей в верхней полуклоскости. Значит, получается так, что если мы осуществим эту процедуру, то мы получим потенциал, который не имеет, у которого собственных значений нет. Значит, я сейчас расскажу здесь вот эту историю, как восстанавливать потенциал. Йоста и Кон, это вот эта очень известная работа, они предложили, что? Они использовали результаты Гельфанда Левитана, которые были получены в 51-м году, определить потенциал под спектральным данным. Что они сделали? Значит, мы сейчас будем для посады рассматривать, что у нас всего одна точка вот эта, да? Не будем рассматривать произведение бляшки. Значит, ну, здесь P2, значит, надо считать, что P, это, когда я копировал, Rx остался, да? Значит, у нас вот это Psi+, это функция Йоста для некоторого потенциала из L2. И вот этот потенциал, новый потенциал из Q со звездочкой выражается через Q плюс Q с нуликом. Q с нуликом – это вторая производная. Значит, у нас какая задача? У нас Q – это функция… Q – это когда у нас имеется точно… мы знаем потенциал Q и знаем функцию Йоста. И мы возмущаем, умножаем на вот этот фактор, да, вот на этот фактор и строим для этого… это функция Йоста, новая, да? И для этого функции Йоста мы строим вот этот потенциал Q со звездочкой. И Йоста и Кон предложили вот эту простую процедуру, которую можно легко проверить, что вот этот новый потенциал, он как раз имеет вот эту функцию Йоста. Вот они это предложили. И вот это считается, вот эта функция, функция А, она вот считается через вот эти все выражения, где С – это, так называемая, другая постоянная, это другая нормирующая постоянная. И они нашли вот эту симптотику, что вот эта функция Q с Оликом, она имеет экспоненциальную асимптотику. Где вот эта постоянная здесь, перед экспонентом, она вот здесь даже, она не равна нулю. И это все вычисления, вот эти, которые приводятся, их можно найти в любой работе, во многих работах, ну, например, Фадеев пишет про нее, описана Шадана Сабатье, вот эту всю процедуру, она очень важная, потому что она позволяет задачу с собственными значениями и трансформирует задачу в бессобственные значения. Значит, но тем не менее, мы покажем, что результаты ее остеи икона, они не верны для некоторых случаев. То есть у них, вообще говоря, для некоторых случаев ошибочный результат. То есть не будет асимптотики. Значит, мы то же самое делаем, и наша нормирующая постоянная, про которую у меня там раньше было написано, она считается и получается вот это выражение все в новых терминах, да. И так как у нас функция ЙОСТа новая, она попадает в класс функции ЙОСТа, то потенциал имеет компактный носитель. Там никакой асимптотики такой быть не может. То есть все эти результаты, которые были написаны и которые копировались во всех этих книгах, они неправильны. То есть не то, что они неправильны, они, вообще говоря, правильны, но когда мы берем специальные классы, классы вот эти с компактным носителем, там надо действовать аккуратно. И это неправильно. То есть асимптотики такой не будет. То есть то, как он их формулировал, будет. Вот, да, вот эта асимптотика, для некоторых классов ее нет. Нет, ну, хорошо. То, как у них указывается, не верно утверждение. Оно верно, только для некоторых классов. То есть вообще никакой асимптотики. Да, да, да. Да, да. То есть, вот, да, вот на... Потому что получается, что для потенциалов с компактным носителем асимптотики нет, потому что какая-то асимптотика там 0. При x больше единицы там 0. А здесь написано, что асимптотика, правильно? Это же большая разница 0 или какое-то положительное число, верно? Это 0, причем экспонента не исчезающая, верно? Она же экспонент, она и все время экспонента. Но мы знаем, что экспонента не может положительно занулиться, верно? Синус может занулиться экспонента никогда. Значит, вот этот результат... Но, тем не менее, получается что? Что у нас были собственные значения. С помощью, тем не менее, вот этой процедуры функция получается, только она будет иметь компактный носитель, а асимптотики не будет. И, значит, получается, что мы можем с помощью метода Йост-Икона трансформировать задачу. То есть, это работает? Это работает, но... Да-да, понимаете, это работает, только асимптотика-то там не работает. Понимаете, они чуть лишнее написаны. Что? Конечно, естественно, да. Это верно. Асимптотики там... Ну, можно сказать, что там нуль, и все. Так. Причем, начиная с некоторого числа нуля. Не то, что там асимптотические. Да, нуль просто, начиная х больше единицы. Значит, мы трансформировали задачу с собственным значением с задачей без собственного значения. Значит, ведем класс L+. Значит, функции Q из нашего класса это функции с компактным носителем от нуля до единицы из L2 на отрезке 0,1. И они не равны нулю. То есть, собственного значения нет. Значит, что мы сделаем? Значит, мы ведем невозмущенную последовательность P с ноликом. Она такая. PN с ноликом это P пополам N. Ну, вот N пробегает от единицы в бесконечности. Значит, эта последовательность соответствует потенциалу Q равно нулю. Значит, для возмущенного потенциала мы возьмем, построим возрастающую последовательность по следующему правилу. Значит, мы... Я помните, говорил, что вот эта функция К минус Кси она производная единица минус Кси штрих. Она положительная. Раз она положительная, значит, эта функция растет. Функция эта имеет асимптотику стремиться к нулю. Значит, получается так, что для любого N К минус Кси вот это уравнение имеет решение. Имеет решение. И мы знаем асимптотику вот эту Кси. Она выражается вот таким образом. Это Кси 0. Это некоторая Кси n. Кси n из L2 маленькая. И это разделить. Значит, мы имеем вот такое представление. Значит, потенциалу К мы сопоставляем вот эту последовательность в Pn. Значит, мы знаем фазу рассеяния, как физики меряют в некоторой последовательности точек. То физики, конечно, меряют в произвольном наборе точек, а мы выбрали непроизвольный. Мы выбрали вот по этой процедуре. И мы определим наше фазовое отображение. Потенциал это С готическая. Первая компонента сигма с ноликом, а вторая сигма. Сигма с ноликом это вот этот первый коэффициент. На самом деле это сигма с ноликом это интеграл от Q. Потенциал Q имеет компактный носитель от 0 до 1. А сигма n это вот так определяется. Значит, мы из нашей фазы растений вычитаем сигма с ноликом разделить на 2 по с ноликом. И там что получится? Ну, какой-то край-то убывающая последовательность, но точно из L2. Значит, мы определяем вот так класс спектральных данных это вещественное число, оно соответствует с сигма с ноликом и L2. Вот растущая последовательность и наши асимптотики такие. Вот они строятся на самом деле из того, что имеем. И основной результат. Основной результат. Значит, мы взяли последовательность из нашего класса спектральных данных, где Pn это вот это. Все это выражается, то, что было на предыдущей странице. Я просто повторяю, чтобы не переворачивать страницу. И мы сейчас определим новую последовательность гамма n с ноликом, чтобы короче было. Pn с ноликом в квадрате. И гамма n это Pn в квадрате минус сигма n. Значит, вот это гамма n уже будет гамма n это уже будет вот здесь вот это с крышечкой да, вот это выражение. Оно уже будет в l2 маленькое. В l2 маленькое. Потому что сигма n уже будет еще быстрее врасти. Быстрее устремиться к нулю. Значит, следующий отображение вот это отображение S фазовое отображение из множества всех потенциалов из l2 с компактным носителем в наш класс спектральных данных это вещественно аналитический изоморфизм между вот этим классом и нашим классом спектральных данных. И очень важно, что мы потенциал вот этот наш восстанавливаем посталгебраическим способом не используя никакой гельфант-левитана. Просто явная формула. Точная. Ну, конечно, я вот омега это бесконечно вообще говоря матрица. Здесь важно, что омега минус 1 традиционный оператор это класс трейс, это все хорошо определено, проблем здесь нет. и у нас может случиться так, что у нас только конечное число вот этих pn отличное от p с ноликом. Тогда матрица, если конечное число pn отличается от pn с ноликом, а начиная с некоторого номера они все совпадают, то эта матрица омега будет конечная. Значит, у нас просто конечномерный случай, и мы считаем явные формулы. Я это в формулу приведу. Значит, рассмотрим случай, когда вот это только я вам сказал, первое pn не равно pn с ноликом, а все остальные, вот я сейчас что-то написал, надо написать, да, гамма, гамма 2, это написать p2n написать, надо что-то надо написать p2 с ноликом, нет, без нолика, p2, и там и так далее. То есть первая компонента p1 не совпадает с p1 с ноликом, а все остальные совпадают. То есть pn совпадает с pn с ноликом, начиная с номера 2, а p1 изменяется вот на этом интервале. Тогда у нас получается всего один свободный параметр, который может меняться на этом интервале. Все остальные параметры p фиксированы, тогда омега будет просто скаляр. Значит, мы определим дополнительно просто для краткости вот эти функции ведем, v и u, какие-то там синусы, косинусы, вот здесь считаем всякие производные у них, которые явно, и там же у нас вторая производная, верно? Значит, получается, что этот потенциал q выражается таким образом. Ну, конечно, если мы сюда поставим вот эти все выражения, понимаете, да, они будут громоздкие. Ну, это точно ответ. То есть, получается так, что когда один параметр, у нас омега, это скалярная функция, и мы явно сочетаем наш потенциал. Когда у нас имеется два параметра, p1 и p2, тогда матрица омега будет иметь размерность 2. Тогда чуть посложнее, конечно, таких функций u и v не хватит, надо вводить еще больше. И, конечно, если будет 100, конечно, вручную это не сделать, но компьютер все справится, конечно. Я хочу что сказать, что на самом деле здесь нет никакого гельфанда левитана. Явный счет, понимаете, алгебраический, да, здесь ничего не надо считать. Можно составить программу и все сосчитать. Значит, ну, у меня мало времени, значит, просто на самом деле мало времени. Начинать результаты можно распространить на случай, когда потенциал гладкий, сколь угодно гладкость имею. Я написал здесь, когда потенциал дважды дифференцируем, это не принципиально. Что? Можно считать, что там любая производная порядка альфа, альфа любое фиксированное число. но я здесь написал для случаев, потому что если написать эти выражения, когда альфа, выражения становятся очень громоздкие, понимаете, даже уже в случае производная 2, уже здесь много всяких рядов получается, очень громоздкие. Значит, доказательства этих теорем основаны на чем? Вот как раз используется моя работа, то есть теорема 1, потом используется аналитический подход из книги Пешель Трубовец, очень прекрасная книга 1987 года, просто поэма, поэма, значит, и потом используется естественно классический результат из теории целых функций, потому что мы работаем с целыми функциями экспоненциального типа, у которых тип вверху 0, а внизу у этой функции 2, и причем, конечно, здесь надо иметь в виду, что эти функции они вот вот такого типа если мы умножим нашу функцию на 2 ик и вычтем как бы единичку у нас это будет обычная теорема Пелевинера, только очень важное условие, вот необычное вот это условие очень важно иметь, здесь надо быть деликатным, были просто там работы, где этого не было и были ошибки, то есть неправильно решилась обратная задача, то есть вот эти, ну скажем так, вот эти условия важны достаточно, ну когда, конечно, собственное значение нет, пункта второго просто не существует, а когда есть, это важно, конечно, значит у меня все, да, как раз точно закончилось. А с кратностями там вопрос, а что там нельзя шевелить и оставать с тех же классов потенциалов, можно, что день умножаем там специально проблесать, в интегральной форме все сохраняется, да, это хороший вопрос, значит, конечно, например, у меня что сделано, что я сделал, я доказал так называемую устойчивость, эта работа опубликована тоже в International Mathematica и все очень новое здесь, 2004 год, значит, ситуация какая, что мы можем каждый нуль кн сдвигать, я скажу грубо, на некоторую последовательность из л2 маленькая, то есть взяли к1, к2 и вот эти все, можно, но там все равно, я, я что хочу сказать, на самом деле, там много интересных вопросов, например, непонятно, какие-то оценки, вот это все, понимаете, как возмутить, там, ну просто много новых задач остаётся, которые просто и не совсем до конца понятно, насколько эти оценки точные, всегда работа приходит с интернет-представлением, так ли? Да, 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 конечно, да, 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 потому что здесь, понимаете, все-таки это говорит о том, что есть, ну, как бы функции из класса картрайт, понимаете, это как бы класс картрайт, я скажу, я скажу, если мы, да, вот класс картрайт, я скажу, это примерно функции, я скажу грубо, это как бы функции, которые, обобщённые функции, которые, может, там, производная каких-то функций из L2 маленьких, из L2, это, понимаете, такие функции, а здесь функции, как бы скажем, более гладкие, то есть это гладкая версия, гладкая версия класса картрайт, но вот вы, жесткие, жесткие, да, да, но здесь, естественно, вот эти все оценки, вот эти, как бы поведение нуля, они, конечно, интересны, но надо знать хорошо теорию целых функций, безусловно, и там проблема те же, то, что многие, кто занимается резонансом, у них, естественно, они не так глубоко знают теорию целых функций, и тоже есть проблемы, то есть, но там вот таких задач, связанных с теорией целых функций, много, ну, например, распределение нулей, асимптотическое, асимптотическое поведение, асимптотика, вот эта теорема Левенсона, помните, да, считающая функция, считающая функция, там, сосчитан первый коэффициент в теореме Левенсона, правильно, а какой второй коэффициент, непонятно, до сих пор, эта задача уже там, Берлин говорил про нее, там, в 30-м году, в прошлом веке, да, вопрос, она у вас возникла в немой часть, на и простейшем, в другом, где, ну, мнимая часть койот, вот эта сумма, да, фактически логарифмис, производным многочленом, естественно, производным многочленом, какие-нибудь вопросы сходимости вас тут не интересуются, ну, а здесь сходимость, это Каскартрайт, у нас прекрасная сходимость, вы понимаете, у этого же новичей, на оси, интеграл от 0 до 1, вот если бы интеграл был бы, как бы, от бесконечности, там, и так далее, тут бы, конечно, может, и возникли бы, если бы вы правильно говорите, если бы интеграл был бы, предположим, я бы занимался вопросами на R, сходимостью на и простейшем, но у них, да, вы должны быть в связи сзади, а здесь, тогда, получу или по всей прямой, а тут проблем нет, да, есть, ну, в каком-то, в каком-то случае повезло, что от 0 до, если от 0 до, а если на бесконечности, там-то вопрос, вопрос существенный, да, 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 вообще, это поведение вот этой функции, как бы, оно очень важно, то есть, такая ситуация, вот вы тоже спрашивали, да, а я скажу, например, у нас имеется, скажем, гладкий класс, гладкий класс функций картрай, да, вот поведение на вещественной оси, какое, из какого класса эти функции, вот, и, и, и ничего, и ничего, вот, я скажу, вот, если мы, скажем так, сделаем эту задачу, мы там сразу можем много сделать, сразу много, там, если на, если на, если на, если на, там, все преобразования, там работают хорошо, там работают, работают Протасова, вот в этом направлении, по-моему, из вести экрана, 9-го года статья, так что, может быть, ну, может быть, но я, в всяком случае, поговорил, там, у нас в Питере есть хорошие специалисты, к счастью, да, и мне сказали, что не густо, может быть, я посмотрю, но в 9-м году, из 200-х раз статья есть, вот, ну, там преобразовательство хорошо работает, по крайней мере, в первом приближении, оно дает более-менее. Не, ну, хорошо, спасибо, спасибо, я посмотрю, Ну, это на R, ну, может, даже на R-круль, это когда неограниченное, ну, с ограниченными, конечно, вопросов нету. Да, да. На ограниченном множестве. Да, я посмотрю, спасибо. Смотрите, смотрите.